здравствуйте мои любимые очень рада встретиться с вами на моем канале сегодня приглашаю вас вместе со мной рассмотреть новый арома бокс от рандеву который называется афродизиак топ 8 ароматов арома бокс совершенно стандартные очень красивые белой коробочки на магнитной застежки традиционно и здесь внутри вы можете увидеть все полноразмерные флаконы а также кваркоды можете отсканировать и заказать тот аромат который вам особенно понравился я напоминаю что ссылку на арома бокс я оставлю вас в описании под видео а также на каждый аромат по отдельности если вы захотите заказать не весь арома бокса просто несколько ароматов и оставляю для вас свой персональный скидочный промокод на 10 процентов который называется 10 love shop он даст вам скидку 10 процентов абсолютно на все товары абсолютно любых категорий он суммируется со всеми скидками акциями на сайте и действует при заказе на сумму от двух с половиной тысяч рублей он постоянный многоразовый поэтому обязательно его применяйте ко всем своим последующим заказом и запоминайте также обязательно оставляйте отзывы на все товары которые вы получаете после получения каждого вашего заказа вам за ваш заказ будут начисляться также баллы как и за отзывы и вы потом будете ими расплачиваться ваши последующие заказы и давайте уже приступать собственно корону боксу всем желаю приятного просмотра и так здесь из этих 8 ароматов некоторые ароматы мне знакомые некоторые нет будем сегодня с вами рассматривать все мне все очень интересны афродизиаки да это те ароматы которые очень сильно притягивают противоположный пол который активизирует влечение к противоположному полу поэтому вот такие ароматы мы сегодня с вами будем рассматривать притягательные чтобы кого-то привлечь, нужно этим ароматом надушиться, и все представители противоположного пола сразу резко станут вашими. Итак, первый аромат, который подпадает под эту категорию, как считает, собственно, создатель этого аромабокса, это Bayre Du Gypsy Water. Очень мне нравится этот парфюм, я его даже себе в отливанте заказала. Он для меня нежный, свежий, чистый, хрустальный. Да, я его очень люблю. Это великолепный аромат, и это мой самый любимый аромат от Bayre Du. Кстати, будет у нас скоро извиняюсь, у меня будильник. Мне нужно срочно закапать мои успокоительные капли противострессовые. Буквально 2 секунды, пожалуйста. Очень интересные капли, я ими пользуюсь уже неделю. Они закапываются вот так в нос, и усваиваются слизистой носа. Не попадают в желудок, очень быстро моментально усваиваются и моментально действуют. Повышают сопротивляемость вашего организма к стрессу и к любым нервным напряжениям. Иммунитет повышают, продаются абсолютно во всех аптеках. Мне порекомендовали эти капли, и я стала им пользоваться. И если честно, просто в шоке от результата, насколько я успокоилась, насколько прям в норму они меня привели. Ладно, это было небольшое лирическое отступление. Давайте продолжим все-таки. Вернемся к нашему аромату. Я люблю этот аромат, я его просто обожаю. Верхние ноты здесь можжевельник, лимон, бергамот и перец. Средние ноты иглы, сосны, ладан, корень ириса. И база это ваниль, сандал и амбра. Здесь чувствуется можжевельник, здесь чувствуется сосна, здесь чувствуется лимон и бергамот, ладан и корень ириса. Все это на сандаловой ванильной базе. Перца я здесь, слава богу, не ощущаю. Если описывать этот аромат, то это аромат свежего горного воздуха. Либо где-то в лесу вы находитесь, морозным каким-то утром. Либо какой-то горный свежий ручей. Вот что-то вот среднее между этими тремя картинками. Очень чистый, очень свежий, очень хрустальный. Я обожаю им поливаться. У меня от него не болит голова, я от него не устаю. У меня от него очень хорошо, и он великолепен на лето. С удовольствием буду этот пробничек носить с собой в сумочке. Дальше второй аромат, которого я не слышала, но мне он очень интересен. Это эссентрик молекулы, молекула первая, плюс пачули. К пачулим я отношусь, ну так, знаете, я не фанат пачули, если честно. Я люблю очень много нот в парфюмерии, но пачули, ну не знаю, это не моя нота, это определенно. Но сейчас, может быть, все поменяется. Хотя нет, не поменяется. Как она мне не нравилась, так она мне не нравится. Я бы вообще бы ее исключила абсолютно из всей парфюмерии, из моей любимой, тем более. И хуже бы эти ароматы точно не стали. Но я вам всегда правдивые обзоры снимаю, поэтому вот слушайте то, как есть. Пачули из Интонезии, просто пачули, и молекула Айса, и супер. Хотела я, кстати, отдельно как-то заказать этот парфюм. Ну вот хорошо, что не пришлось, хорошо, что в аромбоксе. Мне он попался. Конечно, здесь очень чистые пачули. Если вы хотите узнать, как они пахнут, вы можете заказать этот пробник. Если вы хотите разбираться в парфюмерии, если вы хотите понимать ноты, если вы хотите вычленять ноты в парфюмерных композициях, то, конечно, вот такая вот молекула, плюс какой-нибудь ингредиент, это прекрасная возможность познакомиться с разными нотами в парфюмерии. Я знаю, как пахнут пачули. В принципе, для меня тут открытия не было. Для вас это, возможно, будет полезно. Но, повторюсь, это не моя нота. Она совершенно не моя, и я к ней отношусь спокойно. Для меня это даже более мужская нота, чем женская. Дальше. Initeo Parfum Spraves Absolute Aphrodisiac. Это третий аромат. Я его не слышала. Тем более, мне интересен обзор на него. Это аромат для мужчин и для женщин. И я уже чувствую, как... О, как это красиво. Боже мой, это то, что я себе оставлю. Это ваниль. Представляете, на первом месте это ваниль. Дальше. Ambra. Castorium. Кожа. Mouscus и белые цветы. Очень красиво. Castorium это животная нота. Вот как раз та самая афродизиачная. Я против животных нот в парфюмерии. Я против. Очень сильно против, но вот имеем то, что имеем. Выращивают вот таких животных, да, чтобы добывать. Из них всякие вещества, которые привлекают очень сильно противоположный пол. Парфюм потрясающе красивый. Потому что здесь ваниль на первом месте. Это прям ванильный аромат. Я давно искала ванильный аромат. И никак не могла найти подходящий, а это прям вот то, что хотелось. Удивительно красивый. Дальше. Конечно же, манталь Rose's Mask. Ну как без него? Это очень притягательный для противоположного пола аромат. Это исключительно женский аромат. И он действительно очень женственный. Потому что здесь роза, мускус и жасмин. Всего три ноты. Но этот аромат теплый и сладкий. И я удивляюсь, почему здесь никакой сладкой ноты не указано в нотах. Потому что она здесь определенно есть. То есть сочетание чисто розы, мускуса и жасмина не может так сладко пахнуть. Здесь явно какой-то сахар присутствует. И это очень, конечно, обволакивающий парфюм. Его очень любят и замечают мужчины. И они, конечно, к нему тянутся. Поэтому, да, тоже себе оставляю с удовольствием. Дальше. Тициана Терензи Андромеда. Когда-то я его слушала, но забыла. Значит, не привлек. Особо не привлек. Но сейчас посмотрим. Может быть, что-то поменялось. Может быть, сейчас я взгляну на него по-новому. Красивый аромат. Свежий и очень сложный. Здесь огромное количество нот. Деси Ланг и Ланг. Водяной жасмин. Бергамот. Трава. Это все в верхних нотах. В серединке это персик, цветок груши, лилия, белый гелиотроп, лист, фиалки, дамасская роза. И в базе это кашемировое дерево, эбеновое дерево, амбра, бобы тонка, ваниль, кокос и сахар. Вы знаете, это красиво. Это очень даже красиво. Пожалуй, я тоже его разношу на себе. Знаете, как решила поступать? Вот те парфюмы, которые мне понравились, я их откладываю и еще на себе дополнительно разнашиваю. И потом когда-нибудь я вам сниму обзор на все свои миниатюрочки, которые мне прям сильно нравятся. Ну, конечно же, те ароматы, которые я разношу на себе и которые меня прям вообще очень сильно впечатлят, я закажу их в полноразмерной версии сразу же. Да, слушайте, красивый аромат. Он такой сложный. Он цветочный. Я здесь практически никаких фруктов не ощущаю. Он свежецветочный. И при этом прям такой ароматный-ароматный. И база здесь красивая и очень спокойная. И кокоса я здесь не ощущаю, слава богу. И сахар как-то тоже так, знаете, звучит здесь мягко. То есть, я так и мне сказала, что сладкий аромат. Да, красиво. Хочу, чтобы он у меня был. Дальше. Следующий парфюм. Нероли. Портофино. Давайте послушаем его. О, я знаю и люблю этот парфюм. Конечно же, он у меня есть. Я его тоже с удовольствием себе оставлю. Да, потрясающий парфюм. Просто непередаваемый. Он потрясающий. Здесь бергамот, мандарин, лимон, горький апельсин, лаванды, розмарин и мирт. В начале африканский апельсиновый цвет нейроли, жасмин и питоспорум в серединке. И в конце, в базе, это амбра, ангелика и амбретта. И этот парфюм мы с вами тестировали в аромабоксе. Уже то ли свежие ноты, то ли ароматы чистоты. В общем, как-то так. Это потрясающе красивый аромат. Я его очень обожаю. Он свежий, зеленый и цитрусовый. Для меня это исключительно женственный аромат. Бергамот женский я его не слышу на мужчине, несмотря на то, что здесь есть нота лаванды. Это парфюм. Зеленый, цитрусовый и белоцветочный для меня. Очень свежий, идеальный на лето. Здесь большое количество цитрусовых. Здесь и бергамот, и мандарин, и лимон, и горький апельсин. И все это подчеркивается африканским апельсиновым цветом. И плюс этот африканский апельсиновый цвет, он вроде как бы и отсиняет цитрусы. И также он дает белоцветочности и примешивается к белоцветочному нироли, жасмину и питоспоруму. А также мирту. Розмарин я тоже обожаю в парфюмерии. В общем, здесь все ноты классные. Амбретту я не люблю, но я ее здесь не чувствую. Поэтому для меня это идеальный парфюм. И я хочу посмотреть, сколько он стоит. И хочу его заказать. Пожалуйста, пусть будет от Леванта. Нет. От Леванта нет. От Леванта нет. А есть самая дешевая. Это парфюмерная вода 30 мл за 18 тысяч рублей. Это, конечно, печально. Это печально. Надо просить рандеву, звонить с техподдержкой, просить, чтобы сделали от Леванта 8 мл. Что я и буду делать. Следующий. Вертус наркозис. Тоже я его слушала, но я его не помню. Это значит, что, наверное, это не мое, скорее всего. Ммм, как красиво. Опять я сначала не очень отзываюсь о парфюме, а потом говорю, ой, как красиво. Нет, это кисловато для меня, это не мой парфюм. Все правильно. Ревень, кофе, кардамон и мандарин в начале. Манго, имбирь и амбра в серединке. Витивер, серый амбра и персик в конце. Это ревень и манго в основном для меня, потому что это кисло. Это кардамон, но он здесь мягкий, такой пряный кофе. Я здесь его не ощущаю. Имбирь, да, есть. Витиверная такая база красивая здесь, в чем персиково-ветиверная. Да, это очень кислый парфюм. Ну, в хорошем смысле он такой приятно кислый. То есть здесь ревень, здесь мандарин, манго, имбирь и персик. И вот это вот все дает, ну, прям кислинку. Кому нравятся кисленькие ароматы, вам сюда. Дальше. Последние парфюмы в этом аромабоксе. Серджов, Дольче, Амалфи. Такого я еще не слышала. Давайте послушаем. А вдруг, вдруг зайдет, вдруг понравится. Ммм, какой необычный. Какой необычный. Такой прям восточный. А чем это пахнет? Я не понимаю. Это пряностями пахнет. Это гвоздикой пахнет. Это гвоздика в виде пряности. Верхние ноты. Айва, кардамон, яблоко, шафран. Ой, как классно. Надо его себе взять. Гвоздика в виде пряности. Да, слушайте, все. Я парфюмерным экспертом стала. Я чувствую. Уже здесь так отчетливо ноты. Бальзам туланский. Ладан. Это в середине. И в конце ваниль, папатинка, амбра, кедр и москос. Боже, как это красиво. Ой, это в конце становится еще красивее. Хотя куда еще красивее. В общем, по итогу я себе забрала 6 ароматов из 8. Представляете, какой удачный аромабокс. Очень удачный. Я прям счастлива. Я вам все честно рассказываю. Что оставляю, что не оставляю, что нравится, что не нравится. Если у нас с вами вкусы схожи, то вам вообще полезны такие обзоры. Если это так, оценивайте, пожалуйста, это видео лайком. Я буду вам очень благодарна, и вы поможете в продвижении этого видео. Таким образом. А если еще и комментарии напишите, то мы вообще с вами по просмотрам очень хорошо выйдем вперед. Мне YouTube хоть какую-то копеечку начислит, и мы с вами будем еще и еще заказывать много чего интересного и классного. Поэтому, пожалуйста, я вас очень прошу, делайте все вот эти вот вещи, все вот эти ритуалы, которые нужны, чтобы помочь своему любимому блогеру. Я надеюсь, что я ваш любимый блогер. Напоминаю, что все ссылки я оставлю в описании и на аромабоксы, на каждый аромат по отдельности. Заказывайте. Я советую весь аромабокс, потому что он реально классный. Бывает так, что я один-два аромата из аромабокса себе оставляю, три-четыре, а тут прям шесть. Я вам не могу посоветовать какой-то один-два аромата только заказать. Нет, они здесь все классные, и аромабокс прям стоящий. Будете в сумочке носить эти ароматы и постоянно обновлять какой-либо аромат на себе. Будете всегда приятно пахнуть. К вам люди будут тянуться, от вас будут сходить с ума. Но поскольку еще этот аромабокс афродизиачный, то если вы девушка, то все мужчины ваши, все мужчины будут ваши. Как коты будут на сметану вокруг вас ходить, как пчелы вокруг меда. Так что написала то, что думаю, то, что чувствую. Подписывайтесь, пожалуйста, на меня, на мой YouTube-канал здесь, на Яндекс.Дзене, на мой Телеграм-канал. Подписывайтесь, там я публикую все свои видео, чтобы их не пропускать. Здесь ставьте значок колокольчика, чтобы также не пропускать выхода моих новых видео. У меня есть несколько Телеграм-каналов, где я продаю вещи и парфюмерию после своих обзоров в два раза дешевле. Поэтому тоже подписывайтесь. Я регулярно туда постоянно что-то выкладываю, и у вас будет прекрасная возможность купить то, что вы хотели. Но по цене в два раза ниже я все с Деком отправляю, и у меня со Деком заключен договор. Поэтому доставка в 200 рублей вам всего обойдется, и это гораздо выгоднее, чем вот где-то в магазинах это покупать. Все. Сказала все, что хотела. Спасибо большое. Всех люблю, всех ценю, всех целую и обнимаю. Будьте самыми красивыми, самыми счастливыми, самыми ароматными. И всем до скорых встреч. До следующего видео.